Ребята, всем здорова, мы Верещагина с Михалычем. Привет. Обещали, приехали к вам, ребят. Из Верещагина, всем привет. Кстати, нас не встретил, хотел человек один встретить, подписывался, кстати, и так не встретил. Ну да. А кто-то хотел нас встретить, но не встретил. Просто его хотели попросить сводить там по основе, тщательно с тем кинуть. Да. Потому что он больше знает, чем мы будем, как слепые, как ты. Да. Вот он немножечко, так сказать, крупную станцию видов. Крупную. Ага. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь путей. Вот, собственно, здание вокзала. Тепловозик он гонит. Переговариваются. Переговариваются. А вот эти уже для зерна, да? Вот эти вот зеленые. Да, необязательно. Ну, для насыпных какие-то материалы, да? Ага. Ребят, такая небольшая, небольшая особенность у Верещагинска вот этого моста. Он так шатается, люди проходят мимо и так, чук-чук-чук-чук, такая вибрация. Первый раз? Первый класс Верещагина? Нет, был Верещагинска. Был уже Верещагинска? А, да-да-да, Михалыч уже в каком-то из роликов даже упомянул то, что он Верещагина был и надеялся, что тут что-то изменилось за это время. Я первый раз вышел на этой станции. Сразу говорю, ничего не знаю, никого не знаю, никого не видел. Верещагинска Русского живописца-баталиста Верещагина, который останавливался здесь, на этой станции. Да, Василий Васильевич, когда ехал на русско-японскую войну и там, к сожалению, погиб он. И в честь него названа эта станция. Так вот, вопрос на конкурс. В каком году он здесь проезжал? И этот вопрос будет стоить вам тысячу рублей. Пишите комментарии. Мы выберем из всех правильных комментариев, рандомно разыграем с помощью специальных агрегаторов-поведителя и вышли ему тысячу рублей. Ну все, ребят, мы находимся сейчас на вокзале Верещагина. Сейчас маленько погреемся и пойдем искать... Ночлег. Ночлег. Табло. Табло есть электронное. HD-монитор. Как тебе зал ожидания? Могимальный. Место есть. Туалет только почему-то не работает. Туалет не работает. Ну это по Михалычевской части. Меня больше такие вопросы не интересуют. Да как не интересуют. Ты все в себя. Все в себя. Верещаем, кстати, такой типичный русский колорит ощущается. Такой провинциальный вокзальчик такой. Да-да-да. Запашок такой, плиточкой. Кунгур напоминает, да? Ну это вот таких городов сотни, если не тысяч в России. Да, станции. Пойдемте. Ребята, выходим в город. Предстанционная площадь. Тут, кстати, находится памятник самому Верещагину Василий Васильевич. Русский художник готовит. Да. Вот вокзал, как выглядит со стороны города. Ну что, ребят, все. Ищем гостиницу. Она вроде как бы недалеко от вокзала должна находиться. 200 метров. На улице похолодало, как видите. Погода изменилась, снежок. Я, кстати, не помню, как гостиница называется. На угад идем, да? На ближайшей гостинице, походу. Ладно, я думаю, найдем, ребят. Верещагин не такой же большой город. Карла Маркса, кстати. Да, это улица Карла Маркса. Этот перекресточек, наверное, всем знаком, кто живет в Верещагина. В той стороне вокзал. Вот. А мы поднимаемся по улице Ленина. Это улица Ленина. Наверное, в каждом городе имеется такая улица под названием улица Ленина. Вот, собственно, мы по ней сейчас и идем и ищем свою гостиницу. Михалыч, у нас на какой адрес? Вот, по-моему, железнодорожная улица. Железнодорожная? Вот, ребята, улица Ленина. Ребят, местные жители нам подсказали, что идем мы неправильно. Мы, короче, от вокзала ушли туда, по Ленину. А нам сказали, что улица Железнодорожная, где находится наш отельчик. Он находится, на самом деле, с другой стороны совсем. Это по мосту, по которому мы шли. Туда. В ту сторону. На другой стороне, короче. Да, да, да. Поиск идет товарничок, ребят. Ребят, что-то мы замерзли. У нас уже все рожи замерзли. И бутарейки. Бутарейки тоже замерзли. Мы находимся в поисках. Михалочка здесь обещал, говорит. Изборка. Обещал нам, Михалыч, что рядышком где-то у нас отельчик находится. Слушай, это так дымком побахивает, да, деревенским. Баня, баня такая. Да, даже не баня, наверное, просто домину топят, растапливают. Улица Бедного. Пересекаемая. Видишь, домик? Улица Бедного. А сейчас идем мы по улице Железнодорожной. Это вот туда, прямо. А вот, кстати, вот это там. А вот, наверное, гостиница, ребят. Да, гостиничные номера. Сиони. 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 Да, железнодорожная, 7, а. Конечно, рядом с вокзалом. Вот, относительно, вот, вокзал в той стороне. Сиони. Буквально. Ну да, метров 200-300. В номер придем, переоденемся туда-сюда. Ага, ну давайте на полдесятых. А баня-то сколько стоит час, еще раз? 600 рублей. Ну, 600 рублей для пяти человек. Для пяти человек. То есть, если там больше пяти. За счет трех друзей можем найти, пока еще время есть. Ха-ха-ха-ха. Михалочек, номера? Номера. О, комнатка. А то, что нет с туалетом? Конечно. А как ты думал? А надо было спросить, да? Где туалет? Где туалет? В кресле. Короче, удобств нет, просто так, две кроватки. Главное, раздельные. Для настоящих мужиков. Вот вид как раз на улице железнодорожная. Между прочим. Ну, ничего, нормально. Мне нравится. До Верещагина пойдет? Да, до Верещагина. Видите из окна, ребят? Кто Верещагин, тот знает. Это Турция. Улица железнодорожная, двенадцать утреном. Тут всего, по-моему, три гостиницы. Это одна из них. Ну все, вы слышали, короче, мы заказали там баньку на часок, да, Михалыч? Погряемся сходим, да. Банька там и ужин. Ужин, да. Ну, короче, маленький телевизорик здесь. Светильники, все тумбочки у каждого. Шкаф-купе. Вещички наши тут. Тут отдельный вход, по которому мы поднимались. Что, туалетик-то нормальный? Удобный? Нормальный. Собьем. ВВЦ. Вычистительный центр. Вот. Все есть, ребят. Туалетик. Душевая кабинка. Ну, единственное то, что, конечно, это удобство, как говорится, на этаже. Не больше. Ну ладно, нам на один день нормально, хватит. Что-то, ребят, вот вход в нашу гостиницу, а вот там вход в баньку, которую мы заказали на часик. Маленько отдохнули, сейчас бодрячком уже. Ага. А сейчас мы, собственно, идем по городу погуляемся, маленько что-нибудь поснимаем. Ваши, ребят, верещагинские просторы, всякие достопримечательности. Вот, сейчас поснимаем. Ребята, мы сейчас идем и ищем поезд, который здесь одна из основных достопримечательностей. Топоровоз местный. Который мы сегодня видели, кстати, похожий. Похожая модель. Да, в предыдущем ролике. Тут водонапарная башня, похоже. Старенькая. Вот, улица, по которой мы идем. Местные жители знают, да? И красивый закат, конечно, ребят. Закатище. Это просто закатище. Это и Михалыч, ребят, с вами. И это я с вами, ребят. Помните, мы снимали ролик про ласточку, и мы там открыли журнальчик. Проспект. Да, там журнальчик такой был. И там, как раз, вот это было. Порвозит верещагинская. Порвозит верещагинская, кстати. Улица верещагинская, да. По ней идем. Какой варень дом тут живет или нет? Ну да. Интересно. Колоночка. Ну-ка, колоночка работает по-солдатски, ну, ать, водичка, вкусненькая, нормально? Я все время так пил. Чистых, да? Чистых. Губы замерли вообще реально холодно. Продолжаем идти обо улице Верещагинской. Фу, местные жители, которые нам периодически попадаются, говорят, дальше идти надо, в ту сторону. Михалыч вон стоит на остановочке. Вот нам туда идти надо, в ту сторону. Сегодня минус 15 градусов мороза, с непривычки просто. Первые такие морозы реально стукнули. Губы замерзает с непривычки. Ребят, там тепловоз. Михалыч замерзший. Да, что-то зря перчатки не взял. Так я тебе сразу говорил. Зима все-таки на улице практически. В Верещагино, смотрите, снег. У нас в Перми снега не было. В Верещагино мороз зря ощущается, чем в Перми. Ну да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже не обратили внимания, вон, ребят, на пригорке он стоит. Его не видно было. Вон паровоз этот, знаменитый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, ребят, запыхались, но, в принципе, подошли к той самой точке, где находится паровоз, знаменитый Верещанинский. Апелец Дзержинский, 21-я модель, номер 392. Вот это огромные колеса, ребят. В твой рост. В твой рост. В мой рост. То есть, вот они. Здесь. Давай. 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 Че, открывается? Ни хераны. Дверь, к сожалению, не открывается. Попасть сюда можно. Там определенный ключ, которого, к сожалению, у нас нет. То есть, попасть мы сегодня с вами не сможем. Это плохо. Но полазить, в принципе, и там. Это возможно. Вон, молодежь, лазит. Да, вон, ребята. Можем залезть в тендер. Попробуем залезть в тендер. Поднимаемся наверх. Это тендер этого паровоза. Вот здесь у нас хранилище угля было. Традиционно. Вот такой вот здесь вид отсюда. С этого паровоза. То есть, он находится на возвышенности определенной. Вот у нас все, Верещагина. Вот Михалыч. Михалыч, поднимайся сюда. Пацаны, идите сюда, что не скажете, на камеру. Местные ребята вкратце рассказали нам об этом паровозе. Стоит он после здания школы-интерната. Открытие памятника славы верещагинских железнодорожников состоялось на День знаний в 88-м году. Паровоз проработал в основном в Казахстане, на Карагандинской железной дороге. А списан был в 1982-м году. А вообще, ребята, я могу сказать, что вот отсюда вот вечер, да, если сюда зайти, это замечательный вид. Поезда ходят. Интересно. Закат. Поезда, это, да, сам Саварняк. Вот навстречу еще один идет в состав. Редактор субтитров А.Семкин Ребят, реально мороз крепчает. Морды у всех замерзли, да, Михалыч? Губы звонят. Сейчас идем по улочке Карла Марса. Сам с той стороны у нас железнодорожное полотно. Мы отошли от памятника, который сейчас мы показывали, это паровозу. Идем в сторону, опять же, вокзала железнодорожного. Ну, я так предполагаю, что это улица там Ленина, да, у нас там, потому что она тоже как бы центральная, по сути дела. Мы начинаем слить покушать. Вот. Горяченько. Михалыч говорит, горяченько хотим покушать. Борщи, давай. Борщица какого-нибудь навернуть. Верещагину привет, респектов. Кто нас смотрит. Обязательно в комментариях напишите. Из Верещагина смотрели? Вот такие лайки вам, ребята. Ребята, мы пришли на определенную какую-то площадь. Я, честно говоря, не знаю, как называется она, Верещагина. Но здесь вот основные кабаки находятся, Верещагинский. Вот если мы посмотрим вот сюда, то здесь называется ночной клуб Тартуга. Здесь приезжали даже эти самые... Краски. Как резиденты Дом-2. Рустам Солнцев. Рустам Солнцев даже вот здесь был. Недавно. Я не знаю, честно говоря, что он там втусовывал в местной републике. Он вроде не певец, там, не музыкант. Шоумен просто. Ну да, вот здесь он, короче, выступал. Неделю назад, кстати. Неделю назад, да? Вот. А мы идем в... Кафе. Кафе, да? Ну, ресторан там. Ворвар, да? Да. Кафе. Вот, кафе. Кафе, вот. Вон, форвард. Идем. Здрасте. Здрасте. Заказали по соляночке. Прикиньте, 100 рублей стоит, а тут, блин, ведро соляночки. И реально ведро. Очень вкусненькое, кстати, да? А сейчас берем перчик. Насыпаем соляночку. Часто так бывает. А, соляночек добавили. Лимончик тут даже. Смотрите. Очень вкусно. Реально рекомендуем, ребят. Солянка здесь вот такая вот ништяшная. Редактор субтитров. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры создавал DimaTorzok